Франк, есть небольшая пауза в чемпионате, две недели команда готовилась к Мордовии, помогло ли это, чтобы, может быть, и в игре поменять, и накопить свежесть и в ногах, и ментально? В этом году было очень большая пауза. Как вы думаете, как логинец, чтобы в игре поменять? Я думаю, это всегда предоставленная. Но это не то, потому что именно это смысл. Я думаю, что ноги были хорошо. Это было только в голове, где можно было работать. Многие ноги все нормально. Мы не так много выходных дали. В этих условиях для меня минимум. В этих условиях только 2 дня. Всего 2 дня. Но я думаю, что мы не могли больше выходных. У других команд, насколько я знаю, было больше выходных. Но мы попали в ту ситуацию, когда нужно предпринимать какие-то шаги. Праздник, тренинг, подготовка. Я думаю, что это нужно было, чтобы много вместе. И так много можно под контролем. Нужно было общаться, тренироваться. И вообще, желательно, чтобы все было под контролем. Матч из турнирной точки зрения. С той точки зрения, что команды недалеко друг от друга по очкам. Очень важный. В этой ситуации нужно дополнительно мотивировать как-то футболистов. Или напротив, чтобы они не перегорели. Стараться их расслабить и готовиться в штатном режиме. Мы видим ситуацию, в которой мы должны быть очень планирован. И мы видим, что мы должны быть экстра. Стимулируем. Или, может быть, нет. Потому что они не перегорели. Я думаю, что это две типы мотивации. Мы называем экстрансием мотивации. Это деньги, свободные дня. Есть две мотивации. Одна эксцентричная. Я имею в виду, что это деньги, это дополнительные выходные. Это экстрансием мотивации. Это ваша собственная мотивация. Это ваша собственная мотивация. Это позволяет себя показать на лучшем качестве. И стараться еще больше. Все мотивации для этого хорошо. Конечно, это интенсивная мотивация. Конечно, это интенсивная мотивация. Это очень важно. Но в этой ситуации важны любые средства, чтобы они помогли. Потому что для некоторых ребят, игроков и вторая мотивация тоже важна. Я думаю, что клуб и стаффи все это делали на различных уровнях. Но нормальная мотивация не должна быть. Мотивация против Мордовия или Зенит всегда должна быть самая. И всегда максимально. Хотя эта мотивация может быть специальным. И мы, как штаб и клуб, многое для этого делали в последние дни. Но вообще, я считаю, что мотивация максимально должна быть в каждой игре. Не важно, мы играем с Зенитом или с Мордовией или в нынешней ситуации. На каждый матч нужно выходить и стараться показывать максимум. Но сейчас дополнительные какие-то стрессы прибегли. Мы смотрим, что это будет. Можете ли ротации составить? Потому что Франк сказал, что может быть что-то нужно поменять. Готовите ли вы тактические сюрпризы именно под Мордовию какую-то новую схему? И может быть новые люди появятся? И вы же думаете, что что-то изменилось? И вы планируете ли вы сейчас другие игроки, другие схемы? Я имею в виду, что вы играете в обществе с тем, что мы не знаем. Но для того, чтобы вы неизвали, мы не знаем. Немного и индивидуального обновления. Я думаю, что это время для того, чтобы изменять и у других возможностей. Они получают их возможность, они не принимают их. Поэтому для того, чтобы изменять их в последние дни. Что касается расстановки, игроки способны сыграть при нескольких схемах. Это не столь важно. Думаю, здесь изменений много не будет. А что касается индивидуальных, каких-то конкретных игроков, туда, наверное, настало время дать шанс тем, кто хорошо себя проявил, кто заработал, получить этот шанс. Несколько изменений будут и в именах, возможно, и в том, что они будут делать на поле. Спасибо. Пожалуйста.